Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВН в студии Павел Берсенев. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Новый год к нам мчится. В городе стартовали праздничные мероприятия. ТВН в списке лучших. Состоялось награждение победителей 17-го журналистского конкурса «Город и мы». Художественно и эстетично в Магнитогорске проходят масштабные соревнования по гимнастике. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Об итогах проведения 55-летия Магнитогорского городского совета ветеранов, а также подготовки мероприятий новогодней кампании говорили на аппаратном совещании в администрации города. Заслушала доклады и наша съемочная группа. Совет ветеранов – одна из крупнейших общественных организаций города. Она объединяет три районных и 373 первичных ветеранских организаций. Их общая численность – более 104 тысяч человек. В этом году городская ветеранская организация отметила 55-летие. За это время она прошла замечательный путь и есть чем гордиться. Пятерым нашим землякам присвоено высокое звание – почетный ветеран Челябинской области. Сегодня в строю 80 ветеранов, имеющих звание почетный ветеран города Магнитогорска. Юбилейный год был насыщен яркими событиями. Активисты Совета ветеранов посетили город Волгоград. В Центральный музей Великой Отечественной войны делегация доставила флаг Магнитогорска, который стал частью экспозиции. Также ветераны постоянно участвуют в спортивных событиях. Так, город Металлургов занял первое место в спартакеаде ветеранов труда и спорта Челябинской области. Кубок, который они заслужили, заработали, причем не в подарок, огромным трудом, в спорте доказали свою значимость и свое превосходство над прочими другими. Но это же хороший показатель, когда в спорте выявляется лидер. Говорили на аппаратном совещании и о новогодней кампании. В Магнитогорске расположится семь ледовых городков. Их открытие будет сопровождаться праздничными поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки. Обширную программу представят и учреждения культуры и дополнительного образования. Драматический театр, театр Буратино, концертное объединение, Дом творчества детей и молодежи подготовили свои театрализованные представления для ребят. В период с 17 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования для детей города организовано проведение новогодних театрализованных представлений. Ожидается, что мероприятия новогодней кампании этого сезона в городе Магнитогорске посетят порядка 86 тысяч маленьких зрителей. Мы в этом году постарались охватить буквально всех детишек нашего города. Отдельно выделяем категорию и семьи мобилизованных наших товарищей, которые служат. Вот еще раз подчеркиваю, этим семьям особое внимание нужно уделить в дни новогодних каникул. Павел Брюсеньев, Виктор Исаев, телекомпания ТВИМ. В новогоднее чудо верят почти все дети. Они ждут, что на главный зимний праздник обязательно появится волшебник, который исполнит их желания. Но подарить сказку способен не только Дед Мороз. Городоначальник Сергей Бердников традиционно принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». В фойе городской администрации он вручил подарок шестикласснице Елизавете Меликесовой. Сергей Бердников уже несколько лет участвует в акции «Елка желаний». Напомним, она заключается в том, что главы районов, муниципалитетов и другие люди, наделенные властью, на Новый год дарят подарки детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Елизавета Меликесова учится в 48-й школе в шестом классе. Посещает кружок по вокалу. К сожалению, в этом году она лишилась отца. Он погиб на Донбассе. На вручение подарков городскую администрацию девочка пришла вместе со своей мамой. Глава города подарил ей велосипед, который она давно хотела. У детей должен быть праздник. И вот особенно категория таких семей сегодня особенно нам дороги. И было очень вот волнительно помочь каким-то образом. И мы будем продолжать это делать, собственно говоря, не только в Новый год. Но в Новый год обязательно нужно, обязательно нужно детей поздравить. Все-таки дети верят в чудо. Да и как мы, как взрослые тоже. Продолжаем программу. Лучших школьников пригласили на елку главы города. Накануне во Дворце творчества детей и молодежи состоялся утренник. Его посетили ученики городских школ. Это отличники, победители Олимпиад и спортивных соревнований. Продолжение темы в сюжете Юлии Будариной. Первое сказочное представление для учеников начальных классов. Традиционная елка главы города для одаренных детей проходит в преддверии новогодних праздников. С 1996 года. 450 одаренных детей в возрасте от 7 до 12 лет участвуют на приеме главы города. Это те ребята, которые добились высоких достижений в области спорта, творчества, учебы. Поэтому самые лучшие из лучших сегодня здесь, в этом зале. Праздник только начинается. Вместе с героями легендарного мультфильма «Каникулы в Простоквашино» в поисках Деда Мороза детям предстоит получить массу впечатлений. С нами на связь выходит наш специальный корреспондент из Простоквашино. Дядя Филадор, вам слово. Как слышно? Да, да, да. По нашим сведениям, около трех часов назад Дед Мороз из Невыночков или из Великого Устюга поздравлять всех жителей нашей большой необъятной страны России. Лев Калмыков, третий классник, на елке главы города в первый раз. Участие в красочном празднике, говорит мальчик, для него стимул учиться только на отлично. Когда узнал, что тебя приглашают на елку главы города, ты обрадовался? Я очень обрадовался. Ты будешь стараться в следующем году хорошо учиться, чтобы сюда вновь попасть и получить поздравления от главы города? Конечно. Соня Кувшинова такой новогодний подарок тоже заслужила своими успехами. Она прилежна и старательна. Помимо занятий в школе, успевает в несколько кружков и секций. Я очень люблю на всякие мероприятия ходить, я на них редко попадаю. А почему редко? Потому что много занимаешься? Да. Организаторам праздника пришлось приложить немало труда. Сказочное представление длилось около часа. А воспоминаний о нем детям хватит на целый год. До следующей встречи с Дедом Морозом у елки. Поздравляю вас с наступающим праздником. Поздравляю вас с вашими достижениями. Хочется пожелать, чтобы в следующем году вы тоже были лучшими. Ну а для этого нужно простые две вещи. О них мы всегда говорим. Нужно слушаться родителей и нужно хорошо учиться. Совмещают приятное с полезным. Ученики детской школы искусств номер один уже на протяжении двух месяцев устраивают зажигательные концерты в различных социальных центрах. В то время как дети учатся держаться на сцене, пожилые люди наслаждаются музыкой и поднимают в себе настроение танцами. На одном из таких концертов побывала и наша съемочная группа. На часах только полдень, а в Центре социального обслуживания Преубережного района уже вовсю звучит веселая музыка. А пенсионеры устроили настоящую дискотеку. Среди отдыхающих и Тамара Александровна. Женщину социальный центр посещает с 2018 года. Также она является волонтером соцзащиты и уже сама проводит различные занятия. По скандинавской ходьбе, по шашкам, шахматам и дартсу. Так как я сама отработала с детьми, как учитель, мне нравится, когда приходят дети. Я просто сыт из жизни. И я не музыкант, но, как говорится, чувствую и вижу будущее у этих детишек. Там есть такие вот вундеркинды. Ребята стараются петь репертуар, который известен пожилым людям. Песни исполняют самые различные, от застолья до танцевальных. А свою программу постоянно обновляют. Пенсионеры эти концерты всегда ждут с нетерпением и, конечно же, подпевают. Идея устраивать такие концерты возникла у преподавателя детской школы искусств номер один Мариной Истоминой. Она хотела, чтобы дети чаще выступали и привыкали к публике. Но никто не ожидал, что концерты могут так понравиться гостям социальных центров. Так за два месяца ребятам удалось дать уже 10 концертов. Теперь выступления у них проходят стабильно раз в неделю. Сами дети, конечно, настолько начинают меняться. То есть были такие зажатые. А сейчас они настолько раскрепощенные. Они настолько влились в этот процесс, что они просто сами получают удовольствие, не говоря уже о зрителях, которые посещают эти концерты. Комплексный центр социального обслуживания Правобережного района работает уже 30 лет. Отделение дневного пребывания оказывает различные услуги. Социально-ботовые, психологические, медицинские. Отдыхающие – это граждане пожилого возраста и инвалиды. Каждый заезд, всего их 14 в год, посещают 25 человек. Тут гости не только проходят лечение, но и посещают различные клубы, где занимаются культурно-досуговой деятельностью. Детская школа номер один искусства, она стала такой родной, наверное, можно сказать. И люди очень довольны, когда приходят маленькие дети выступать к нам. Отметим, это не последний концерт юных музыкантов. В преддверии Нового года ребята собираются еще раз навестить пенсионеров и подарить им праздничное настроение. Влада Дубовик, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Обменяли сани на патрульную машину. В Магнитогорске полным ходом идет всероссийская благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз». В ее рамках правоохранители в новогодних костюмах дарят детям подарки и напоминают о правилах безопасности. А сегодня Дед Мороз и Снегурочка решили выйти в рейд сотрудниками ГИБДД и подарить новогоднее настроение водителям, пассажирам и пешеходам. Подробнее расскажет Влада Дубовик. Утро пятницы началось очень необычно. Сотрудники ГИБДД на своем привычном рабочем месте останавливают маршрутки и автомобили. Но документы проверять не спешат. Вместо этого к водителям направляется Дед Мороз со своей внучкой. С наступающим Новым годом. Будьте внимательны, осторожно. Мошенникам данные не сообщайте по телефону. Не карты кредитные. Подарки из рук зимнего волшебника получают не только пассажиры, но и водители. Безопасно? Да, да. Ну вот и вам подарочек с наступающим Новым годом. Сотрудников ГИБДД слушайте. Всех до места, пожалуйста, довезите. Спасибо вам большое. Ольга Старушко возвращалась из поликлиники. В машине у нее двое детей – Аня и Арсений. Признается, сначала испугалась. Но как только поняла, что повод приятный, настроение сразу поднялось. Очень приятно. Я думала, нарушила правила. Оказывается, просто поздравлю. Очень приятно. Спасибо. Счастливое утро выдалось и у Антонины Калининой. Пенсионеры отправились в аквапарк. Но муж забыл дома сумку. Пришлось вернуться. И не зря. Вернулись за подарком. Спасибо вам большое. Мы думали, что нас останавливают за этого пешехода. Он пошел на красный. Мы прямо аж напугались. Потому что нас нету никогда еще ни разу. Вот дед уже 40 лет с лишним ездит. У нас еще нет никаких претензий, ничего к нам. Но пешеход тут совсем ни при чем. Пожилая пара просто оказалась в нужное время, в нужном месте. И получила свою порцию новогоднего волшебства. Вас с наступающим Новым годом. Здоровья вам всем. Кому-то подарки доставались легко, а вот Валентину пришлось потрудиться. Хочешь сладкий приз – отгадай загадку. Подарки в это утро получили и пешеходы, и жители, которые ждали свой транспорт на остановке. Зимние волшебники не просто поздравляли, но также призывали соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и не доверять мошенникам. В рамках поздравлений с наступающим Новым годом, конечно, мы говорили о правилах безопасности в интернете, по телефону, чтобы не поддаваться на уловки мошенников. В том числе и деток предупреждали, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, сообщать информацию о родителях, номера карточек, ну и, соответственно, всю конфиденциальную информацию. Конечно, честно говоря, приятно видеть на лицах людей радость. Причем, несмотря на возраст, люди как будто бы снова попадают в детство, хотя все прекрасно понимают, но в глазах какая-то неподдельная детская радость. Я первый раз участвую в акции «Полицейский Дед Мороз» в роли Снегурочки. Очень волнительно, но переполняет радость от эмоций окружающих, что отзываются все на нашу акцию. Ежегодная благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз» стартовала 20 числа и продлится до 10 января. Всего за это время сотрудники полиции подарят более 500 новогодних подарков. Отметим, поздравляют димние волшебники детей из детских домов, из многодетных семей, а также детей сотрудников, чьи родители сейчас находятся в командировках. А уже сегодня в Главном управлении МВД пройдет акция «Президенция Деда Мороза». С наступающим Новым Годом! К другим темам. Долгожданный, творческий, практически полезный. Новый проект был разработан специалистами Союза молодых металлургов. Ребята обустроили учебную фотолабораторию. Она укомплектована по последнему слову техники, лаконична и, что самое важное, открыта для всех желающих. Об идее ее реализации расскажем в нашем сюжете. Площадка для творческих экспериментов, отработки практических навыков и создания ярких фотоисторий. Специалисты Союза молодых металлургов реализовали очередной проект. Организовали профессиональную учебную фотолабораторию. Площадь рабочего пространства 50 квадратных метров. Фотостудия создана преимущественно для работников ПАО ММК, для членов Союза молодых металлургов. Но также она открыта для фотоэкспериментов всех. Кто захочет, пожалуйста, можно прийти. И здесь уже свои какие-то творческие задумки воплотить в свете и цвете. В фотостудии оборудованы две рабочие зоны. Это так называемая циклорама, конструкция, имеющая плавный переход между горизонтальными и вертикальными плоскостями и зона фонов. В наличии серый, черный, хромакей, зеленый и синий. Смена фона, кстати, занимает всего несколько секунд. Пространство оборудовано по последнему слову техники. Здесь все продумано до мелочей. У нас вокруг все в серых тонах. Допустим, краска подбиралась по серой карте, чтобы было все с точки зрения фотографических канонов. Шторы, которые не пускают внешний свет и не дают никаких искажений в наших световых схемах. Напольные покрытия, сама циклорама. То есть это все монолит. И это позволяет снять большинство ограничений, которые в других студиях накладываются. В большинстве фотостудий свет стоит на стойках. Здесь от таких конструкций решили отойти, чтобы сберечь напольное покрытие. Плюс ко всему появилась возможность работать со светом в верхних плоскостях. У нас практически весь свет на циклораме, он на пантографах. То есть пантографы перемещаются спокойно вверх-вниз. Ну и в горизонтальных плоскостях у нас полная свобода движений. Фотолаборатория в первую очередь была задумана как своего рода школа, где профессиональные фотографы Магнитогорского металлургического комбината будут преподавать азы фотоискусства работникам группы компании ММК. Также здесь практикуются в мастерстве все желающие. Сегодня работают над темой фотопортрет студенты Магнитогорского технологического колледжа. И смотрели на нас, и очень весело улыбались. Такой позитивный воск, с эмоциями, то есть эмоциональный портрет. Обращаем внимание на то, что у нас граница кадра проходит чуть ниже руки. И ребята, и преподаватель не устают благодарить устроителей за предоставленные возможности и открывшиеся перспективы. Работая здесь, позволяет закрепить профессиональные компетенции по выполнению студийной фотосъемки, а именно работа со светом, установка различных световых схем. Нам данная фотостудия позволила закрепить профессиональные навыки по выполнению фотосъемки мужского портрета, женского портрета. И сегодня здесь мы даже работаем с детским портретом. Это очень здорово, потому что у нас в колледже нет столько оборудования, столько всего, а здесь прям очень классно снимать. В общем, мне очень нравится. Эта фотостудия дала мне больше поработать с моделями, с разными. Также с фотографами другими, то есть помимо меня. То есть мне научила меня работать в команде. Лаконичные и стильные интерьеры фотолаборатории практически никогда не пустуют. Студия уже живет активной жизнью. Буквально недели три назад мы закончили здесь съемки корпоративного календаря Союза молодых металлургов. У нас юбилейного календаря к 30-летию. И кого здесь только не было, работники по ММК, их дети, даже животные были. Пока подготовка моделей к съемкам проводится тут же, однако уже совсем скоро будет оборудована профессиональная гримерная. Планируется развитие фотолаборатории и в техническом плане. Здесь появятся мощные импульсные источники света, закупят также огромное количество светоформирующих насадок. То есть у фотографов будет еще больше возможностей для творчества. Евгения Солхудинова, Алексей Витчинкин, телекомпания ТВИН. Подвели итоги и назвали имена лучших представителей СМИ города. В Магнитогорске наградили победителей 17-го журналистского конкурса «Город и мы», в их числе и сотрудники телекомпании ТВИН. Подробнее далее. Конкурс «Город и мы» давно стал традиционным и проводится в 17-й раз. Каждый год он объединяет вместе практически всю журналистскую брачу. Его участниками становятся представители городских телекомпаний, газет, сетевых изданий. Те, кто всегда находится в гуще событий, освещают самые актуальные новости. Я считаю, что пресса – это очень важное направление деятельности, СМИ. Это, собственно говоря, та сфера нашего общества, которая, наверное, на сегодня одна из наиболее важных и значимых величин. Оценка высокая дается не только мной. Вас ценят и в Челябинской области, я знаю, и федеральные средства тоже знают о нас, о том, что вы готовите, что вы подаете. Ну и самое главное, ценитель, наверное, это все-таки, опять же, наши жители. В этот раз на конкурс заявились более 40 авторов и творческих коллективов. Всего более 80 материалов. Перед жюри стояла непростая задача – выбрать лучшие работы в различных номинациях. Победители определены в номинации «Общество и власть» за программу «Большая перемена». Победителем стал известный журналист Игорь Гурьянов. В этом году он празднует три знаменательные даты – 15 лет работы в ТВИН, 30 лет в профессии и собственный юбилей – 55 лет. Я считаю, что вот эта номинация «Общество и власть» – она основная, потому что мы журналисты, мы в известном смысле сталкеры, проводники, мы делаем решения о власти понятными и доступными. Мы не врём и не говорим правду. Мы делаем эту правду. Но правдой все наши репортажи, безусловной правдой, станут лет через 20. Историки подтвердят, да, Славя Аркадьевич, куда мы лезем за источниками информации? В архивы. А что в архивы? Газеты и видеозаписи. Как всегда, сотрудники телекомпании ТВИН получили «Россыпь наград». Лучшим телеведущим стала Ольга Аникина. За лучший репортаж среди телевизионщиков наградили Павла Берсенева. Юлию Чурешневу отметили в номинации «Культура» Александра Бондаренко. За лучший информационный проект «Люди стальной столицы». Также высоко оценили операторскую работу Вячеслава и Владислава Гусевых. В числе победителей корреспондент Дина Наумова. Её материал «Стальные игры ММК» стал лучшим в номинации «Здоровый образ жизни». До этого не получалось всё время присутствовать. Время приходилось уезжать на съёмки. Так как у нас работа, поэтому сегодня действительно мне очень приятно. В торжественной обстановке получить награды. И главное признание нашей работы, нашей коллективной работы. Это корреспондент, операторы, монтажёры. Очень здорово, что все подошли с энтузиазмом к этому. Ну и соответственно, когда ты понимаешь, что тебе самому интересен материал, который ты сделал, тогда ты понимаешь, что, наверное, всё было не зря, всё было здорово. Также на награждении присутствовали представители масштабного проекта «Притяжение». Они поблагодарили телекомпанию «ТВИН» за профессионализм и оперативное освещение событий, связанных с развитием городской среды нового качества. Особенно отметили работу продюсера Татьяны Калининой. Я хочу поблагодарить наше профессиональное сообщество, потому что в нашей медийной сфере ну немногие могут работать, деньги невеликие, труд иной раз довольно тяжёлый. Берегите себя, будьте счастливы. И помните, что мы элемент, структура организации общества. Все победители получили дипломы и ценные подарки. Журналистика в Магнитогорске есть, что телевизионная, что пишущая. И молодые есть, и опытные кадры. И что важно, что в нашем городе есть о чём и о ком писать. Есть предприятия и организации, конечно же, металлургический комбинат, о котором написано больше всего материалов. Есть иные организации. И очень много людей, достойных пера журналистов и ваших телекамер. Ольга Аникина, Аркадий Стариков, телекомпания «ТВИН». Труд должен быть безопасным. Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска напомнила горожанам о гарантиях прав на охрану труда, а также об ответственности, которую может понести работодатель, если условия для работы не соответствуют необходимым требованиям. Гарантии прав на работу в условиях, которые соответствуют требованиям охраны труда, закреплены в статье 220 Трудового кодекса России. Специалисты прокуратуры подчеркнули, в случае несоблюдения работодателям требований действующего законодательства, предусмотрены как административная и гражданско-правовая ответственность, так и уголовная. Что касается административной ответственности, она предусмотрена статьями 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. Что касается гражданской правовой ответственности, то к данной ответственности можно отнести взыскание компенсации морального вреда в связи с полученными травмами. В Магнитогорске в этом году есть реальные случаи взыскания морального вреда с работодателей. За истекший период 2022 года по искам прокурора Арченкидзевского района взысканы судом две суммы о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму 800 тысяч рублей. В интересах работников, которые обратились в прокуратуру, и по результатам проведенных проверок подготовлены два иска. Указанные иски, как я уже сказала, судом удовлетворены. Оба истца, взыскавшие с работы дателя моральную компенсацию, являются работниками предприятия, которое занимается монтажом энергетического оборудования. Что важно, оба они сохранили место работы. Также в прокуратуре отметили, гражданско-правовая ответственность в виде компенсации морального вреда предусмотрена даже в том случае, если вина в случившемся работодателя и работника обоюдна. Категория травмы при назначении компенсации значения не имеет. Евгения Солхудинова, Олег Карпенко, Телекомпания, ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. В Магнитогорске проходят масштабные соревнования по гимнастике. Дворец имени Рамазана собрал более 600 участниц сразу четырех турниров. Открытого городского, открытого областного, межмуниципального, межрегионального. На ковер выходят представительницы не только художественной гимнастики, но и эстетической. И все это красочное действие – продолжение славной истории традиционного мемориала Раисы Шуваловой. Раиса Шувалова – первый магнитогорский тренер по художественной гимнастике. Ее дело долгие годы продолжают лучшие ученицы и их ученицы. Мемориал Шуваловой давно вышел за границы локальных соревнований. С каждым годом он собирает все больше участниц. А теперь, когда наряду с художественной гимнастикой здесь состязаются еще и в эстетической, количество спортсменок выросло до впечатляющего масштаба. В нынешнем году их более 600. Это единственные соревнования, которые занесены в областной календарь. Да, у нас по художественной гимнастике, это считается крупные соревнования, они идут с присвоением кандидатов в мастера спорта. А соревнования по эстетической гимнастике, они межрегиональные, то есть они имеют статус всероссийских. На торжественном параде вновь не обошлось без слов благодарности в адрес прославленной ученицы Раисы Шуваловой Аллы Шилихиной. А начальник управления по физкультуре и спорту городской администрации Андрей Сычев вручил магнитогорским тренерам грамоты Министерства спорта Российской Федерации. Солидным соревнованием высокий уровень судейства. В качестве главного судьи здесь уже не первый год работает одноклассница Ирина Козловой в Волгоградской школе Олимпийского резерва Наталья Кукушкина. Заслуженный тренер, среди воспитанниц которой прославленные чемпионки Маргарита Мамун, Каролина Севастьянова, Татьяна Горбунова, Виктория Ильина. С каждым годом все становится лучше и лучше. Турнир, прекрасный просто, прекрасный зал, хорошая теплая атмосфера, очень много детей хороших становится в Магнитогорске. То, что к художественной гимнастике в рамках одних соревнований с некоторых пор присоединилась и эстетическая, опытную наставницу не смущает. Наоборот, считает она, ведь это, во-первых, привлекает дополнительный интерес зрителей. Вдобавок, эстетическая гимнастика более доступна. В ней не столь категоричные требования к физическим кондициям. И освоить ее технически способно гораздо большее количество спортсменок. В отличие от художественной, где трудность порой ставит в тупик. Постоянно какие-то ошибки происходят. И иногда не видишь всю картинку, потому что то предмет упал, то гимнастка как-то сошла неверно со своих элементов, сходит. И нет вот такой целостности, композиции не видно, из-за того, что перебор какой-то элементов сейчас происходит. Поэтому на магнитогорских соревнованиях органично уживается все. И грация, и техническая искушенность, и элегантные композиции. Ну а то, что бок о бок выступают и самые юные спортсменки, и куда более опытные, практика повсеместная. Начинающим можно и нужно учиться у старших коллег. А молодые магнитогорские гимнастки смотрят не только на приезжих из городов Челябинска, Свердловской области, Башкортостана, Сибири, но и на своих взрослых землячек. В уходящем году нашим старшим девушкам есть чем гордиться. Наша команда групповых упражнений по программе кандидатов мастера спорта на первенстве Челябинской области заняла третье место. А девочки, команда мастеров, выполнили норматив мастера спорта. Они на чемпионате Уральского федерального округа стали вторыми. И, участвуя на всероссийских соревнованиях в Рязани, подтвердили норматив мастера спорта. Павел Зайцев, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте. Впереди вас ждут полезные и коммерческие информации, а также прогноз погоды на 24 декабря. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин